Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. В 2024 году в Якутске должны построить вторую очередь Якутской ГРЭС-2. Об этом нашему телеканалу сообщил первый зампред правительства республики Алексей Колодезников. По его словам, Росгидра поддерживает правительство Якутии в вопросе строительства, и сейчас нужно определить механизм. Егор Афанасьевич в конце года встречался с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он поставил вопрос по продолжению строительства Якутск-2. Там предусматривается вторая очередь, и, соответственно, мы все-таки думаем, что в 2024 году вторая очередь будет уже завершена. Нас Росгидра поддерживает. Единственное, мы должны механизм строительства еще определить. Выход на работу после декретного отпуска для многих женщин сопряжен со стрессом, ведь зачастую их рабочее место к моменту выхода может быть уже занято. Как правильно выстроить отношения с работодателем и какие права есть у женщин, ушедших в отпуск по уходу за ребенком, выяснял Дмитрий Тымыров. В феврале этого года моему ребенку исполняется полтора года, и я собиралась выйти на работу. Предварительно я директору написала, спросила, и когда приехала, оказалось, что на мое место уже взяли другого человека, и мне предложили написать заявление продлить отпуск по уходу за ребенком на три года. Как оказалось перед Марией, две ее предшественницы также ушли в декретные отпуска, и вот одна из них вышла на работу, заняв тем самым вакантное место и опередив нашу героиню. Что никак не вписывалось в планы Марии. Финансовая ситуация нуждает женщину выйти на работу как можно скорее. Такие ситуации обычно происходят из-за незнания законов и своих трудовых прав. В настоящее время данная работница, как я понимаю, она была принята по срочному трудовому договору, но так как действующее законодательство у нас предусматривает предоставление отпуска по уходу за ребенком до трех лет, соответственно, он ей порекомендовал, что ребенку исполниться три года, она выйдет, работодатель ее должен будет уволить в связи с истечением срока трудового договора, так как вышел основной работник. Женщины с детьми могут выходить на работу после исполнения ребенку полутора лет на неполный рабочий день, то есть на неполную ставку, тем самым сохраняя социальные выплаты, которые они получают. Так как у нас республика находится в районах Крайнего Севера, у нас для женщин установлена рабочая неделя, 36 рабочих часов в неделю. Соответственно, женщина может выйти как на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, неполную рабочую смену. То есть при этом, вот если она выйдет, допустим, на неполную рабочую неделю, на 35 часов, при этом она будет получать как заработную плату почти в полном объеме, так и непосредственно пособие по обязательному государственному страхованию. При этом она в то же самое время будет зарабатывать отпуск и все остальные годы. В инспекции труда за прошлый год поступило порядка 2000 обращений от жителей республики по нарушению их трудовых прав. Таким образом, госинспекция труда провела помимо 93 плановых, еще около 2000 внеплановых проверок. Порядка 25% обращений касаются у нас задержки выплаты заработной платы. Если говорить примерно по статистике, то порядка 20% проверок у нас также касаются выплаты заработной платы. И примерно те же самые данные по выявленным нарушениям. Чтобы избежать обращений в трудовую инспекцию или другие подобные инстанции, при приеме на работу внимательно читайте договор, который вы заключаете с работодателем. Каждый сотрудник должен знать свои права и обязанности. Также, если в организации имеется коллективный договор, то изучите и его. Тогда вы точно будете знать, нарушены ваши права или нет. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Ну а между тем, с этого года за рождение ребенка государство будет выплачивать пособие. Те, кто согласно новому закону будет получать поддержку и какие документы для этого нужно собрать, расскажут наши корреспонденты. Снежана родила дочку Аюна 12 января. Доход из семьи небольшой, поэтому сразу после рождения дочери обратились в управление за помощью. Оказалось, они первая в республике семья, подавшая заявление на социальные выплаты по новому закону президента России. Мы, молодая семья, узнали, что можем дополнительно получать ежемесячное пособие по новому указу Владимира Путина. И вот мы думаем, что это является очень большой материальной помощью для молодых семей, у которых первый ребенок. Ну и мы очень рады. И в Якутии семьи, у которых родился первый ребенок, будут получать значительно большую сумму. Это 17 тысяч 23 рубля. И она будет выплачиваться до полутора лет. И, включая нашу выплату, то семья будет получать больше 22 тысяч рублей ежемесячно. Это, считаю, серьезным подспорьем для материальной поддержки молодых семей. На так называемое путинское пособие имеют право только женщины, родившие и усыновившие после 1 января 2018 года. И только если в сумме доход семьи не превышает прожиточного минимума. А заявители ребенок являются гражданами России. Какие документы необходимо собрать? Ну, в первую очередь, это документы, удостоверяющие личность, паспорта родителей. Значит, это свидетельство о рождении ребенка. Это свидетельство о заключении брака, либо, не дай бог, расторжении брака. Это, значит, реквизиты счета обязательно. И документы, подтверждающие доходы за последние 12 месяцев. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в Управление социальной защиты по месту жительства. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Мы продолжаем. В этом время стартовал прием заявлений на право проголосовать вне своего избирательного участка. Напомним, выборы президента России пройдут по новым правилам. В закон приняли некоторые поправки. Основные изменения коснулись способа голосовать по месту фактического проживания. О новых правилах подробнее расскажет Оксана Устинова. Больше никаких открепительных листов. Теперь избирателю достаточно в установленные сроки оставить заявление о прикреплении к другому участку в ближайшей территориальной комиссии. Этим правом воспользовалась сегодня и Надежда Гуляева. В день выборов я не смогу быть на своем избирательном участке. Поэтому я пришла, написала заявление для того, чтобы принять участие по месту нахождения меня в день голосования. Но это гораздо удобнее, потому что, когда заполняется заявление, допускаются ошибки. Поэтому в момент предъявления открепительного удостоверения возникают разные ситуации. А когда идет все через компьютер, это гораздо проще, удобнее и исключает всякие ошибки. Заявление можно заполнить в любом филиале многофункционального центра или через портал госуслуг. После этого в намеченный день избиратель сможет отдать голос за своего кандидата в ближайшем для него участке. Уже заранее можно подать заявление, где тебе удобно, и не тратить время, как раньше, ходить, открепляться, закрепляться. Подал заявление один раз и на этом все. Уже можешь проголосовать по месту, где тебе удобно. Каждый из нас обязательно ходит на выборы. У меня две взрослые дочери. Они тоже выполняют свой городамский долг. В Якутской городской территориальной избирательной комиссии установлено автоматизированное рабочее место оператора. Специально обученный человек заполняет бланк заявления и дает избирателю отрывной талон. Сегодня первый день, когда наша комиссия принимает заявление от избирателей. Отрадно то, что уже подошло первых 10 избирателей. Они все были разные, у каждого была своя причина, но мы всех обслужили. Я приглашаю всех избирателей воспользоваться этой возможностью. Обращаю внимание руководителей предприятий крупных, которые наверняка знают, кто у них зарегистрирован в городе Якутске или имеют иную регистрацию, воспользоваться таким правом. Наша территориальная избирательная комиссия работает полный день с 9 до 19 часов с обеденным перерывом с 13 до 14. Через территориальные избирательные комиссии МФЦ или портал госуслуг заявление можно подавать уже с сегодняшнего дня. Об участковой избирательной комиссии с 25 февраля и вплоть до 12 марта. Оксана Устинова, Василий Слепцов, Якутск. А в Ленске сегодня одна из жительниц самой первой подала заявление на право голосовать не по месту регистрации. Девушка зарегистрирована в Бурятии, но уже несколько лет проживает в Ленском районе. С подробностями наши корреспонденты. Вся страна готовится к выборам президента Российской Федерации. Ленский район не исключение. До выборов осталось два месяца, а подготовка уже началась. В новшество этих выборов в голосовании смогут принять участие даже те граждане, которые будут находиться не по месту своей постоянной регистрации. Это может быть причина командировка, отпуск или просто, например, избиратель прописан в одном населенном пункте, а работает и проживает в другом населенном пункте, то он имеет право голосовать по месту нахождения. Чтобы гражданина включили в список избирателей по месту нахождения, можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию страны или в ближайший офис центра «Мои документы с паспортом гражданина Российской Федерации». В период замены паспорта с временным удостоверением личности. Прием документов начнется с 31 января. Также можно будет подать документы через портал Госуслуг. В данном случае, чтобы подать документы через портал, нужно будет иметь подтвержденную учетную запись. Сотрудники, специалисты офиса «Мои документы» в этом обязательно помогут. То есть, если человек обратится у него, он не будет зарегистрирован на портале Госуслуг. Специалисты офиса «Мои документы» помогают в этом и подтверждают учетную запись. Подать заявление через портал можно не ранее, чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за 5 дней до дня голосования. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». 860 миллионов рублей на социальные проекты в прошлом году привлек целевой фонд будущих поколений Якутии. Основную часть средств, это 780 миллионов, выделила компания «Алроса». «Роснеф» направила почти 46 миллионов на разработку проектно-сметной документации Малой академии наук в Хангаласском районе. На обеспечение мультимедийным оборудованием музея «Россия. Моя история» 120 миллионов выделил «Газпром». Помимо этого, в прошлом году фонд принял участие в реконструкции и строительстве трех социальных объектов. Это, прежде всего, социальный литерационный центр для детей с ограниченными возможностями на Сереглянском шоссе. Дети уже проходят там реабилитацию и помощь. Также мы завершили реконструкцию шахмат-шашного центра на улице Моссова. И третий объект, который мы завершили, это спальний корпус также реабилитационного центра в городе Нюрбе. Для детей инвалидов мы его также завершили. И сегодня там проходят также лечение детей. Якутия-24 начнет свое вещание с 12 часов дня 1 февраля. За сутки до запуска круглосуточного информационного телеканала руководство НВК Саха провело пресс-конференцию и ответило на вопросы представителей якутских средств массовой информации. Концепцию канала полностью изменили. Он будет работать в 100% информационном формате. Кроме того, предусмотрены рубрики – это новости экономики, спорта и происшествия. В сетке вещания также будут тематические репортажи. Вещать канал будет в пяти городах республики. Это Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. С этих городов планируются прямые включения. Найти канал можно на 21-й кнопке у всех кабельных операторов, которые работают на территории Якутии. То есть зрители НВК Саха ни в коем случае не потеряют новости на якутском языке, как были утренний блок, блок в 10 часов, час 13.30, 18.00 и 20.30. Это мы все для зрителя республиканского основного флагманского телеканала мы сохраняем и оставляем. Таковы главные новости к этому часу. Еще больше актуальной информации можете найти на портале nbkonline.ru. А в 20.44 в программе «Якутия» мы расскажем о главных событиях уходящего дня. До встречи.